Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам только что. Сегодня 160 лет со дня окончания Кавказской войны. Она стала трагедией для всех, нанеся значительный урон, обернувшись человеческими потерями, вынужденным переселением и выживанием на чужбине. В нее были втянуты многие народы – адыги, абазины, казаки. Война стала результатом противостояния геополитических интересов крупнейших держав той эпохи. Однако мудрость и сознательность предков позволили преодолеть все перипетии тех роковых времен и сделать правильный выбор. Сегодня в Черкесске, а также в Хабесском, Адыгехабльском, Абазинском и Малокарачаевском районах пройдут мероприятия, посвященные окончанию Кавказской войны. Подробнее расскажем в наших следующих выпусках вестей. Жители Черкеска выбрали территорию для благоустройства в 2025 году. Большинство граждан приняли участие во всенародном голосовании за общественные территории и дизайн-проекты. Свыше 70 тысяч 17 тысяч горожан выбрали благоустройство Покровского парка. Всенародное голосование проводит Минстрой России совместно с «Единой Россией», автором партпроекта «Городская среда». В следующем году здесь полностью преобразятся различные зоны отдыха, в том числе детские и спортивные площадки. Они будут оборудованы мягким безопасным покрытием, современными, качественными, яркими игровыми элементами, интересными детям разных возрастов. Спортивными достижениями продолжают радовать спортсмены республики. Милена Нахушева из Черкеска завоевала третье место на Кубке России под хэквондо в весовой категории до 46 килограммов. Соревнования проходили в набережных Челнах и собрали на одной площадке более 300 спортсменов из 39 субъектов страны. Это был первый отборочный этап на Всемирные игры «Дружбы-2024». Тренируют Милену, Рашид Ахмедов и Альберт Шевхужев. В 9 часов смотрите «Вести» на черкесском языке. Хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, ночью в горах с мокрым снегом. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а днём будут порывы до 14, в горах до 18. Температура ночью 4-9, в горах минус 2 плюс 3, днём 18-23, выше нуля и местами до плюс 14. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 11-14. Температура ночью 7-9, днём 21-23 градусов тепла. Солнечные скидки в Гемотест. Анализ на витамин Д по суперцене 990 рублей. Подробности на гемотест.ру Дар и достояние народа, переданное нам предками, это язык. Как сохранить? Есть решение. Самоучитель карачаевского языка. Приобрести вы можете позвонив по номерам 8-918-225-4620, 8-929-861-6599. Современная хирургия катаракты и глаукомы в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Хирургия катаракты. Любой сложности в Клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А, 43-73-87. Субтитры создавал DimaTorzok Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Делай то, что действительно важно.